Девушки отдыхают Она уже начинает быстро давать задания, но вдруг понимает, что в классе стоит подозрительная тишина Ее ученицы тоже опаздывают, и стоило так спешить, вот это досада Наконец девочки соизволили появиться на уроке Они заигрались в телефоне, но в школе, к сожалению, уже не поиграешь в игры Во-первых, потому что Марья Ивановна следит за всеми, как радар электронных приборов А во-вторых, потому что мой телефон совсем разрядился Хорошо, что у подруги есть портативная батарея, а значит мой гаджет еще проживет долгую школьную жизнь Но мы не учли фактор учительского вмешательства Марья Ивановна уже тут как тут, она забирает портативную батарею Наверное, хочет подзарядить свою учительскую строгость Но мы тоже подготовились к урокам Подруга достает портативную батарею с сюрпризом Клей-карандаш обводим на плотном картоне Внутри окружности рисуем два прямоугольника Закрашиваем окружность серебристой ручкой А в середине прямоугольников рисуем белые полоски Это имитация USB-разъемов Врезаем круг И прорезаем ножом отверстия в разъемах Приклеиваем окружность на колесико тюбика Отмечаем длину корпуса на цветном фоамиране С тюбика снимаем этикетку И обматываем двусторонним скотчем Приклеиваем фоамиран И делаем разрез в районе крышки, чтобы тюбик открывался Крышечку покрываем сверху серебристой краской Декорируем корпус самоклеящейся золотистой лентой Подписываем нашу портативную батарею Из самоклеющегося фоамирана вырезаем круглую кнопку Рисуем на ней значок включателя И приклеиваем на крышку Подключаем телефон к ненастоящей батарее И ждем, когда прибежит Мария Ивановна Приманка сработала Учительница уже возле нашей парты Она только начинает возмущаться Как тут я открываю батарею И начинаю склеивать страницы Извините, Мария Ивановна, на этот раз вы ошиблись Учительница уходит ни с чем Единственный минус – клей не сможет подзарядить телефон У Марии Ивановны тоже есть свои странности Например, она точит карандаши в зарядке для телефона Может, стоит уже бить тревогу и созывать педсовет? Объемную точилку подходящей формы Окрашиваем белым акрилом Нагретым шилом продавливаем в корпусе два отверстия И вклеиваем в них металлические ножки от поломанного штепселя Покрываем границы отверстия краской К обратной стороне приклеиваем нерабочий кабель для зарядки Мария Ивановна вводит новую моду на гаджеты Подруга не растерялась и на скорую руку соорудила точилку наушники Не очень удобное изобретение Лучше использовать наушники по назначению Ну и ладно, пусть точилка остается точилкой Мария Ивановна читает очень интересную лекцию А мы активно записываем Инструкция к чайнику покажется захватывающим триллером По сравнению с этим конспектом Развеселим занятие Я беру телефон и начинаю вести беседу Из блокнота с твердой обложки вырезаем часть размером с телефон Скругляем концы Смешиваем серебристую и черную акриловые краски И закрашиваем обложку и торцы блокнота На сумахляющейся бумаге распечатываем изображение экрана телефона И приклеиваем на блокнот Внизу дорисовываем круглую клавишу Сбоку рисуем регуляторы громкости Учительница видит, что я болтаю по телефону Это неслыханно! Но я спешу успокоить Марию Ивановну Это всего лишь блокнот Я веду в нем конспект Мария Ивановна сразу успокаивается Вести конспект на уроке – это правильный выбор Музыкальная пауза на уроке Я достаю колонку Но у Марии Ивановны другие планы Она приготовила музыкальный пенал Нам понадобится фетр, фатин И лист фоамирана На фоамиране чертим узор с геометрическими ячейками, как у музыкальной колонки Вырезаем ячейки И накрываем фатин Из двух отрезков фетра вырезаем два вала с отступом для сгиба Приклеиваем на них кнопки из фоамирана Обозначение делаем ручкой Ножом продавливаем линии кнопок Делаем надрезы по линии сгиба Приклеиваем фоамиран к фатину и фетру на двусторонний скотч В середине приклеиваем боковые овальные стенки Заворачиваем и склеиваем пенал Сверху вставляем в пенал молнию Легким танцевальным движением Учительница меняет колонку на обычный пенал И кого она хочет обмануть? Внутри этой колонки не музыка, а ручки с карандашами Зато он попадает прямо в цель Приватная дискотека Марии Ивановны сорвана Я забыла свою электронную книгу дома А подруга абсолютно не хочет со мной делиться Как несправедливо Хорошо, что Мария Ивановна на моей стороне Она видит мою проблему и отдает мне свою электронную книгу Металлическую коробку с цветными карандашами Тонируем блестящей акриловой краской Распечатанную страницу электронной книги Приклеиваем к коробке на двусторонний скотч Карандашом намечаем надпись на книге И центральную клавишу Наводим клавишу серебристой краской А буквы черной ручкой Приклеиваем два матовых декоративных кружочка По бокам от кнопки И дорисовываем детали центральной клавиши Откуда у Марьи Ивановны столько щедрости? Книга выглядит как настоящая Но вместо того, чтобы переворачивать страницу Она начинает стучать изнутри Может, это герои книги хотят выйти наружу? Или это просто коробка цветных карандашей? Я попалась на пранк Марьи Ивановны Чтобы меня утешить, подруга все-таки решила Поделиться со мной своей электронной книгой Посмотрим, что скажет Марья Ивановна Когда я достану джойстик Прямо на уроке Разбираем сломанный джойстик Вынимаем электронное устройство из схему Раскаленным ножом вырезаем отверстие в корпусе Пластиковые кнопки фиксируем термоклеем Закрываем крышечку И приклеиваем антенну В разобранный джойстик насыпаем скрепки И накрываем его второй половинкой Я делаю вид, что увлечена игрой на телефоне Пальцы таки впились в джойстик Я ни за что не проиграю этот раунд Наконец, до Марьи Ивановны доходит Что я сижу с джойстиком на уроке Она снова грозится выгнать меня из класса За что, Марья Ивановна? Ведь мой джойстик – это всего лишь контейнер для скрепок Он полезен в учении Учительница, конечно, удивлена Такому необычному способу хранения концтоваров Но политика школы не запрещает Проносить нам с собой на уроке скрепки Урок рисования Достаем краски А что это у подруги? Планшет? Отлично, как раз можно зайти в Инстаграм И применить все художественные фильтры Но планшет поломался, сенсор не отвечает Конечно, ведь этот планшет сделан из альбома Альбом покрываем черной матовой краской Не забываем про боковины На сумоклеящейся бумаге распечатываем скриншот планшета по размеру Приклеиваем на альбом Серебристой ручкой рисуем зрачок камеры и микрофон В этом планшете можно рисовать любыми красками И он точно не требует подзарядки Понравились наши канцелярские идеи? Тогда пиши в комментариях, какой гаджет принесешь в школу ты Блокнот в виде телефона, альбом в виде планшета или зарядку из точилки И не забудь поставить лайк этому видео, подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые идеи на канале Трум-Трум